Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Открытый диалог». Как всегда, в нашей студии актуальные темы и интересные гости, которым есть о чем рассказать. И сегодня с нами генерал-майор в отставке, председатель Совета ветеранов Люберецкого городского округа Юрий Александрович Орехов. Здравствуйте, Юрий Александрович! Добрый день! Большое спасибо, что пришли к нам. Как ваши дела? Дела нормальные. Дела как погода сегодня. Бывают ясные, бывают хмурые. В основном все нормально. Уже 31 год работает организация Совет ветеранов, и вы возглавляете ее с 2001 года. Расскажите, кто сейчас входит в организацию, и какие общественные вопросы вы решаете? Действительно, наша организация была создана в апреле 1987 года. В прошлом году мы широко отметили ее 30-летие. Основу составляют первичные ветеранские организации, которых на сегодняшний день насчитывается 21. Основные две задачи – это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и социальная защита старшего поколения. С каждым годом ветеранов становится все меньше, уходит герои, уходит целая эпоха. Скажите, сколько на данный момент ветеранов проживает в Люберецком округе? Когда создавалась ветеранская организация в 1987 году, она насчитывала почти 14 тысяч участников Великой Отечественной войны, труженьку тыла. Сегодня осталось 265 человек – это непосредственно участники Великой Отечественной войны. И где-то 1200 – труженьки тыла. С какими проблемами сейчас сталкиваются ветераны? Ветераны, сейчас основная проблема у них – это возраст. Если вам сказать, что средний возраст у ветеранов 85 лет, то отсюда и все трудности. Вот даже, к примеру, в одном только нашем гарнизоне за май-июнь месяц мы отметили юбилей дни рождения 20 ветеранам, которым исполнилось по 90 и старше лет. А двум женщинам по 102 года. Многие из них участвуют в общественной жизни нашего округа. Какие категории ветеранов наибольше нуждаются в поддержке? В поддержке наиболее, конечно, это ветераны Великой Отечественной войны, труженьки тыла. Они очень нуждаются в поддержке, особенно одинокопроживающие. Вот это у нас тоже сейчас основная работа, которую председатели наших первичных организаций ведут контроль. Но, конечно, без помощи Управления соцзащиты эту работу нам не осилить. А как через призму времени вообще воспринимают Великую Отечественную войну нынешнее поколение? Нынешнее поколение воспринимает эту Великую Отечественную войну, наверное, так же, как мы воспринимали Первую Отечественную войну 1812 года. Если раньше при советской власти было очень много литературы, кинофильмов, которые подрастающему поколению рассказывали о Великой Отечественной войне, то сегодня, если посмотреть некоторые фильмы о Великой Отечественной войне, то вызывает совершенно другое, обратное восприятие того, что на самом деле было. А если говорить о героях именно Люберецкого городского округа? За весь период, вот до, можно сказать, сегодняшнего дня, в Люберецком районе округа теперь проживало 53 героя Советского Союза. К сожалению, сегодня у нас нет ни одного героя Советского Союза, которые прошли войну. Есть герой Советского Союза, но он летчик-испытатель. Только остается сожалеть, что уходят люди, которые, говорится, отстояли честь и независимость нашей страны. Вот по, говорится, инициативе Совета ветеранов у нас каждому юбилею, вот к 65-летию, да, был создан вечный огонь. И реконструирован тот небольшой, говорится, памятник, который стоял очень долгие годы. В 2015 году, да, в гарнизоне был поставлен памятник трем Иванам. Летчикам, которые, говорится, во время войны защищали Москву и все московское, говорится, небо. И истребительный полк 16-й, который располагался на территории Люберецкого района. В 2020-м будет 75 лет победы. Вот мы уже начинаем составлять планы и, говорится, планы подготовки к проведению этого знаменательного события. Вот. В этом же году отметили 75 лет Сталинградской битвы. И делегация от Совета ветеранов посетила Сталинград, город Калач. Благодаря администрации мы можем проводить вот такие, говорится, выездные действия Совета ветеранов. Сейчас у нас готовы планы проведения и отметить 75-го годы Курской битвы. Это было грандиозное, говорится, сражение. Все прекрасно знают Прохоровку, это под Курском, да, которая окончательно сломала хребет фашистской Германии. Но это мероприятие мы будем проводить в сентябре месяце, когда вернутся наши школьники, в основном наши подопечные. И в это же время, конечно, мы будем отмечать окончание Второй мировой войны. Это вот разгром Японии в сентябре. Затем у нас впереди в октябре месяце будет столетие комсомола. А старшее поколение все прошло через комсомол. Я, например, вступил в комсомол 14 марта 1953 года. Через пять дней после похорон Иосифа Истровича Сталина. И в конце года 77-я годовщина разгрома немцев под Москвой. Это событие, конечно, очень грандиозное. Это начало нашей победы. Как именно вы будете отмечать эти праздники? Это у нас уже стала традицией. Все, говорится, праздники отмечать именно вот таким торжественным собранием. А затем по школам мы организуем тематические вечера, конференции, как обычно организовываем, походы по музеям. Кстати, в этом году после ремонта Дома офицеров, в нем создан музей Великой Отечественной войны. Обновим к этим датам все наши школьные музеи. Это тоже стало традицией. Проведем конкурсы на лучшие музеи к концу года. Потому что мероприятий очень много. А что школьников больше всего интересует в таких программах? А школьников, вы знаете, больше всего, говорится, внимание уделяют, это в детских садах, переходя к школьникам. Когда ветеран приходит, их больше всего интересует, какие награды у него. И вот он подходит и дрожащими ручками начинает трогать эти, говорится, награды. Они ему нравятся, как блестящие... А многие уже очень понимают. И уже, говорится, раздаются, у моего дедушки такая есть, да, у моего там бабушки, вот бабушка, говорит. Потому что именно вот с детского сада надо начинать воспитывать. А не интересуются, за что эта награда получена? Вот в одной школе, ну, назовем его Иван Иванович, пришел и начал рассказывать, как он, говорится, воевал, что где, говорится, проходил и так далее. И в конце, когда, как обычно, говорят, ребята, у кого какие вопросы есть, вот, встает десятиклассник и говорит, Иван Иванович, вы очень все хорошо рассказали. Нас интересует, что вы испытывали, когда вы попали, сколько было лет, когда вы попали на фронт? Он говорит, было мне неполных восемнадцать. Вот что вы испытывали? И он вот начал рассказывать, что действительно он испытывал, какой страх был перед этим, да, вот. И ребята потом овации его проводили. Ну, вообще, вот из Люберецкого округа ушло на фронт. 50 тысяч не вернулись в восемнадцать, да? Не вернулись в восемнадцать. Вот именно Вечный огонь и посвящен этим восемнадцати, которые, говорится, не вернулись из фронтов Великой Отечественной войны. А ведь люберчане себе проявили очень здорово. Об этом командир дивизии, ведь они вступили в народное ополчение, и на территории был создан батальон народного ополчения, да? Вот. Генерал Журавлев, участник Сталинградской битвы, где тоже люберчане отличились. Я слышал, что вы организовали программы памяти, как бессмертный батальон, что-то вроде бессмертного полка. В своем интервью вы говорили. Была у нас такая задумка, но она пока в жизни не воплощена. Вот это и будет одним из наших, говорится, пунктов к 75-летию Победы. Чтобы пофамильно восстановить, говорится, списки всех люберчан, которые действительно участвовали в этом народном ополчении, которые были в формировании вот этого, говорится, батальона, и которые, говорится, не вернулись. Такую задачу мы однажды уже ставили перед школьниками, да, и она стоит, но как бы не хватает, наверное, нашей выдержки или нашей настойчивости, чтобы до конца довести. Но мы ее доведем до конца. Давайте вернемся к ветеранам, которые... В чем нуждаются сейчас еще ветераны? Этот вопрос я уже вам задавал. Сегодня самый больной вопрос – это медицинское обеспечение. В Московской области 680 тысяч льготников, которым бесплатно или по льготным гортоценам положены лекарства. Но такая вот неразбериха с лекарствами проходит каждый год. Это не зависит ни от администрации, это не зависит от, говорится, самих ветеранов или от наших врачей. Наши врачи делают все, что могут. Все, что могут. Но они бессильны. Юрий Александрович, давайте поговорим о развитии Люберецкого округа. За последние пять лет что изменилось? Изменилось очень многое. Можно сказать, и хорошая сторона есть, и не очень хорошая. Но в основном не очень хорошая сторона – это коснулось наших поселков. Они всю жизнь жили при своей администрации, при своих депутатах. И, говорится, знали, куда в случае чего обращаться. Сегодня у них администрации нет, депутатов, как таковых советов депутатов, тоже нет. Для города Люберцы вообще, по-моему, ничего не изменилось. Кроме того, что он благоустраивается и становится все лучше и лучше. А пожелание будет одно. Но как бы продлить жизнь нашим ветеранам, и чтобы, говорится, еще лучше было, говорится, нашим всем люберчанам в нашем округе. Чтобы они не старались уезжать куда-то, говорится, в другие места. Чтобы улучшилась наша медицина, в основном, наряду с тем, как улучшается благоустройство наших улиц, дворов, домов. Вот такие пожелания. Юрий Александрович, спасибо вам большое за беседу. Это была программа «Открытый диалог». И мы общались с Юрием Александровичем Ореховым, председателем Совета ветеранов Люберецкого городского округа и генерал-майором в отставке. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»